Варвара, а у вас же было такое, когда вот или Господь смиряет, или вы сами смиряете, когда особенно вот работа такая публичная? Да, у меня каждый день это происходит, к сожалению, или к радости, но я не знаю, может быть, я очищаюсь через это. Был в моей жизни случай, когда к одному мероприятию, концерту большому, я хотела записать песню и сказала об этом продюсеру концерта Наталье. Она говорит, знаешь, песня очень подойдет, ты ее запиши, текст нужно корректировать, естественно, потому что православное мероприятие, все должно быть четко по тексту, подходит, не подходит, в общем, записала слова, музык. Полгода работали мы на песне, действительно, когда за месяц до того художественный коллектив собирался концерта, ну, песня вдруг не понравилась. Я пошла на уступки, я сказала, хорошо, давайте изменим аранжировку, как хотите, вот как вы считаете, давайте пересведем песню. Но слова я не хочу менять, там есть слова, да, и жизнь свою отдали за Христа. То есть вот очень много фраз таких серьезных. Да, я пошла в студию, мы переписали, сам режиссер концерта, у него своя студия, он пытался что-то сделать, но в итоге утром я узнаю, что песню мы не поем. Она была просто испорчена, потому что делали профессиональные аранжировщики, сведения делали профессиональные режиссеры. И вот я, конечно, очень горевала. У меня было столько, я хотела сказать и продюсеру много хорошего, и всем остальным много хорошего, потому что я была на этом концерте, и было очень много священников. И я просто вот тихо плакала об углу, потому что, ну, я понимала, что нужна эта песня в финал. И все это понимали, но почему-то сложилось так. Господу было не угодно, на самом деле, чтобы я ее исполнила. И прошло время, я, слава богу, я не наговорила гадостей, потому что я просто была, очень я была огорчена этим всем. А внутри бурлило все. Ну что вы, тем более, когда реально финал сорвали. Финала не было. Ну, к сожалению, вот так сложилось, но я потом ее спела во время пиршества после концерта, и все, конечно, были недоумения, почему она... Ну, дали мне возможность ее все-таки исполнить, как бы там ни было. Ну, значит, все, конечно, мои страдания, они как-то так быстро закончились. И проходит время, меня одна женщина приглашает на концерт, сделать концерт небольшой для ее мамы в юбиле. Мама у нее учитель, очень хороший учитель. И я прихожу, пою песню, и узнаю, что у женщины имя вот этой мученицы, которая должна была исполнить песню. Я вдруг эту песню пою. Вы знаете, сидела, плакала мама, дочка, наверное, все гости плакали, потому что действительно так получилось очень вовремя все сделано. Я потом многое исполняла где, да, но тот момент, который тогда произошел, он со временем, конечно, за моими памятами дистерся. И я уже даже туда не пыталась проститься опять, тот же концерт. Но прошло время, и совсем недавно, месяц назад, мне дочка мамы, для которой я исполнила это произведение, звонит и говорит, знаете, у меня есть возможность большая, я знаю, что вы много участвуете в благотворительных концертах для детей, для военных и прочее. Можно я несколько сотен подарков передам для детей? Ну, у меня есть такая возможность. А это кондитерская, да, фабрика? Я просто не ожидала, что такое вообще возможно. То есть это было перед домом года. Она говорит, только пожалуйста, быстро, быстро сегодня заберите. И приехали, много людей приехало туда, я быстро всех соединила. И вот видите, Господь мне вот тут утешение дал. Потому что вот во всем утешение я вижу всегда такое, что только чувствую, что вот в моей тщеславии, ну артисты, ну что делать, мы тщеславные. Мы хотим, чтобы, когда мы исполняем, когда мы работаем над произведением, когда мы душу туда вкладываем, мы хотим какой-то вот, неблагодарность нет, но просто понимание, что это было не зря. И особенно, конечно же, сложно всегда писать песни о святых. Это самое сложное, наверное, что бывает. Во время процесса вдруг звукорежиссер что-то, у него гонорар меняется, вдруг студия что-то опять не то, все ссорятся между собой. Действительно, так оно происходит. Я помню, записывала песню о Сталинграде, о Архимадриде Кирилле Павлове, ну мы там все перессорились, действительно. Ну, слава Богу, время проходит, я не ссорюсь ни с кем, я стараюсь, я понимаю, что это ни к чему не приводит, только смирение. Только промолчать и человека простить, и потом этот человек все равно к тебе обратится. Потому что тогда получится, что как доброе дело, а строишь на песке, и вот ничего не получится, все будет рушиться. Вот это важно внутренний мир, когда чем-то добрым пытаешься заниматься, и что-то там полезное, особенно если про святых.